Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Значит, ситуация такая, ранее мы познакомились, встретились и общались с молодым человеком и расстались через три недели. У него были проблемы ранее в отношениях с другой девушкой, с которой он расстался. Смотрите, ну, три недели срок не очень большой, честно сказать, и поэтому мне бы, конечно, хотелось бы как-то прояснить момент, связанный с тем, что между вами и молодым человеком общего, вот. Ну, то есть, я понимаю, что вы, вот, значит, ну, что у вас завязалось общение, да? Я понимаю, что у вас завязался контакт, вот, я это понимаю, но мне бы, мне вот очень хотелось бы в данном случае понять, да, вот именно общего между вами, что, то есть, если, ну, вот, если вы начинаете, ну, выстраивать отношения, да, с человеком, если вы, вот, вступаете в отношения с человеком, то мне интересно, как вы себя, значит, позиционируете, очень интересно, и мне интересно, вот, что вы, ну, ставите во главу угла отношений, вот. Потому что, вот, как мне показалось и вашего, ну, сообщение, то, что вы во главу угла ставите романтические, романтические чувства, вот. То есть, вы себя позиционируете, как девушку, да, и его, как парня, и, в принципе, все. Вот вы, вот, выстраиваете на этом свои отношения. Дело в том, что это хорошо, но этого, на мой взгляд, недостаточно, вот. Потому что, ну, у людей разные особенности свои, да, то есть, у людей могут быть разный опыт, вот, просто опыт. Ну, то есть, вот, какие-то прошлые, какие-то прошлые, прошлые моменты могут быть, вот, ну, в принципе, то, что, то, что вы описываете, в общем, в общем, да. Вот, 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 все, то, о чем вы говорите, дальше, ну, это же может быть, вот, у человека, ну, может быть, вот, такой опыт, вот. Человек может находиться, вот, ну, в таком, в таком состоянии, вот, в таких отношениях человек может находиться. И, конечно, это не очень хорошо, как бы, как бы, да, вот, это понятно, что это не очень хорошо. Но, если вот так случилось, да, если так сложилось, вот, то нужно что-то решать, понимаете? То есть, нужно решать, ну, допустим, ну, принимаете ли вы человека таким, как он есть, да, или не принимаете человека, вот, таким, как он есть. Это вам решать, но, наверное, чтобы это решить, да, вот, ну, как-то, полноценно, чтобы это решить. Вам нужно быть, ну, как-то, вот, в ладах, да, со своими чувствами, вот, а вы, вот, как мне показалось, не совсем в ладах с ними, вот. Мне показалось, что, что вот вы, ну, как бы, задеты тем, что человек так поступил, ну, так, как он поступил. Он временно, как я поняла, отошел от нее для оценки ситуации и познакомился со мной, когда он померился с ней, и мы расстались. У меня была обидно, но, с другой стороны, ничего не рассчитывалось с ним. То есть, обида, что поползывали, так сказать, убили время. В данном случае обида у вас появляется, вот, как, ну, как мне кажется. Потому, что вы несколько игнорируете, что ли, свою ответственность. То есть, вы игнорируете свои решения по поводу того, как, ну, развиваются, складываются ваши отношения с человеком. То есть, почему вы говорите, что вами попользовались. Он, 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 он тоже может, в принципе, так, так сказать, да. Он должен быть так сказать, что вы им попользовались, вот. Ну, по-моему, просто, вот, с своей стороны, да, там, можно так сказать. То есть, мне кажется, что, особенно, если вы ни на что не рассчитывали, да, то он вам, он, ну, как это сказать, если он вами и пользовался, да, вот, то, очевидно, как, как-то, вот, с вашего согласия он это делал, вот. Ну, потому, что вы, вы, потому, что вы на это, ну, соглашались, вот. Вы на это соглашались, и вы это предпринимаете. Ну, поэтому, мне кажется, что, если вы увидите свою, свою ответственность, свою, вот, ну, в том, что произошло. Ну, я думаю, что вам будет легче, вам будет легче, вам будет проще, вот, и обиды такой у вас не будет. Просто, просто, ну, просто, просто не будет такой обидоваться. Вот. Этот человек меня за короткий срок зацепил чем-то ощущение влюбленности. Ну, опять, давайте, вот, попробуем понять, да, чем, чем, чем он зацепил. Ну, вот, то есть, ну, это же какое-то ваше состояние, вероятнее всего, с ним дает о себе знать. То есть, то есть, вы себя с ним как-то почувствовали, вот, и вот вы себя с ним как-то почувствовали, и вам это состояние понравилось, и вы хотите еще этого состояния. Нет. Совершенно не думаю, что это что-то плохое, плохое. Совершенно не считаю, что это плохо, но нужно как-то, на мой взгляд, все же, учитывать, обслеживать то, как вы себя чувствуете, да, то, как вы себя ощущаете. Для того, чтобы понимать, окей, чего я сейчас хочу, что я хочу, что мне нужно, чем я нуждаю, что это за состояние. Потому что, если, вот, вы говорите о том, что он нас именно зацепил, то я боюсь, что это не совсем про влюбленность. Ну, то есть, влюбленность, да, может быть, вот, но нужно понимать, что такое влюбленность. Опять же, что это, что такое влюбленность. Вот, что это такое, что это из себя, ну, что из себя представляет эту влюбленность, понимаете? Вот, и, в общем, в целом, ну, просить ее, просить эту влюбленность, эту влюбленность нужно, нужно. Вот, на мой взгляд, ее нужно прожить. Понимаете, да? Вот. Потому что иначе, вот, просто, ну, вы не поймете иначе, чего вам хочется, да, и не поймете, что именно вы чувствуете, что именно вы ощущаете. Вот, как мне кажется, опять же. Понимаете, да? Вот, сейчас, ну, просто, вот, сейчас вы что-то чувствуете, что-то чувствуете сейчас. А что чувствуете, да, ну, вот, не совсем понятно вам, я имею ввиду. Вот. Ну, вот, в этом, как раз, на мой взгляд, да, нужно разбираться, чтобы вам было, ну, чтобы вам было понятно. Да, дальше. Через два с половиной месяца возобновили общение, он объяснил ситуацию, что вернулся к ней, так как была с ней договоренность, она поменяет свое отношение к нему и все будет по-другому. То, что он был с ним, то, что был с ней уже длительный срок и любил ее. И поверил ей, вернулся на это, была обман его ошибкой, по его словам, она ему устраивала качель, это нужен, то нет, и он устал от этого сказать, что разорвало с ней отношение окончательное. Ну, смотрите, опять же, ситуация, даже если человек, ну, действительно, все так, как он говорит, да, даже если, то с точки, с точки зрения психологии, ну, нужно ему, ему, ему нужна психотерапия для того, чтобы завершить для себя вот эти, вот эти, вот эти, вот эти психотерапии. Гарниши, которые, ну, вот, в которых он сейчас, ну, еще психоэмоционально находится, я надеюсь, ну, я надеюсь, вы понимаете, что он находится в них. Самостоятельно, самостоятельно, ну, это сделать, ну, ну, вот, на мой взгляд, не получится, вот, ну, потому что, ну, очевидно, там есть, значит, такие, и привязки. И привязки у него к ней, ну, к его девочке, даже если он, как говорит, закончил свои отношения окончательно, вот, все равно, все равно привязка осталась, и травма осталась, вот. Если они, особенно, там, долго вместе были, то без, ну, безболезненно расстаться, вот, вряд ли возможно. Поэтому, это нужно учитывать, в любом случае, вот, и в любом случае понимать вам, что если он хочет быть с вами, то ему нужно, вот, пройти, пройти терапию. Дальше. Хочешь попробовать со мной отношения строить? Говорит, не влюблен, я к тебе теплые чувства, я хочу проводить с тобой время. Ну, смотрите, мне кажется, что здесь у вас есть проблема самооценки, потому что все люди, в принципе, друг другом пользуются. В этом смысле нет ничего плохого, просто вопрос, то в чем, нравится ли вам, да? Вот, это, ну, первый момент, нравится ли вам, то есть, приятел ли вам молодой человек и так далее, вот. И второе, второе, что вы к нему чувствуете сами, а вы здесь занимаете, ну, на мой взгляд, несколько пассивную позицию, вот. Ага, потому что, вот, как будто бы имеет значение, да, только его активность, только активность молодого человека. А ваша активность, как будто бы никакой роли не играет, вот. Вот, на мой взгляд, это, вот, самое, ну, самое неприятное в этой ситуации. Вот, для вас, я имею, я имею в виду, для вас, я имею в виду, для вас, я имею в виду, для вас, вот, это вот самое неприятное. Вот, и это нужно, на мой взгляд, корректировать, вот, чтобы, ну, вот, у вас не было таких проблем. Я поговорила с ним, он, пойми, мне пока тяжело, я стараюсь, я не влюблен, даю время, я, на этом, ты мне не доверяешься за той девушкой, я не вернусь с ней. Буду стараться делать все, чтобы у тебя появилось ко мне доверие. Ну, эээ. Очень похоже на то, что молодой человек пытается компенсировать, ээ, некую свою болезненность, да, эээ, ну, как бы отношениями, отношениями с вами. Вот, да, ну, не хорошо, не плохо, это просто данных, эээ, вот, и, соответственно, такое бывает, это нормально, но, то, что здоровые отношения, эээ, можно, выстроить, эээ. Таким образом, ну, я, я сомневаюсь, эээ, честно скажу, я, я сомневаюсь, что можно. Эээ, потому что, эээ, ну, эээ, вашу личность, вот, именно вас, эээ, мне кажется, ээээ, здесь ээээ, не видно, ээээ, вот. Ээээ, мне кажется, что здесь есть только определенные, ну, ээээ, проблемы, определенные состояния молодого человека, ээээ, вот, и, все. То есть, мне кажется, так, мне кажется, так, и, поэтому я думаю, что, ээээ, вот, пока не пройдет время, да, пока не будет, ээээ, терапии, ээээ, у, ээээ, у, ээээ, у него, вот. Мне кажется, что вы будете ему что-то припоминать, он будет что-то припоминать и вам, ну, то есть. Так, естественно, опять же, история. Ээээ, так, хоть на расстоянии, молодой человек уделяет время, наоборот, на связи, пригласил на свадьбе, сказал, что пойдет. Ну, и хоть по видео, говорит, звони, проверяй, хочет исправить свою вину, а в чем его вина? Ну, я не настолько, чтобы звонить и проверять этот ваш опыт, провести и пожить вместе. Вопрос в том, если он не влюблен в меня, зачем ему со мной быть, для чего? Это неважно. Вопрос в том, что чувствуете вы. Большую девушку он любил, сказал, свадьбе качели, ей страх, что она подбросит и вернется к той девушке. А с ним под связан страх. Ну, бросит и вернется, может быть. Может быть, и нет. Может быть, ничего такого не будет. Вот. А почему вы боитесь, что бросит вас? Понимаете ли, ну, понимаете ли вы, вот, как раз, что за этим стоит? Вот. Понимаете ли вы, значит, ну, откуда, откуда этот страх у вас? Вот. Вот это, да. Вот. Вот. Вот такой, такой момент. Это чаще всего про детство, про какой-то такой негативный опыт ваш, из детства может быть или, ну или в прошлом. И это вот то, что нужно корректировать. Потому что ваш страх, он не связан с тем, что делает молодой человек. И ваш страх, значит, не про, ну, молодого человека, а про зацепил. То, что он вас зацепил, это вот связано с тем, что вы боитесь. Вот он вас, просто, это вот, ну, состояние, это ваше состояние, которое вы ощутили в молодом, молодым человеком. Вот так сказать, вот к этому состоянию вы, ну, стремитесь. И отсюда ваши страхи. Вот, поэтому вот этот клубок, о котором я говорю, его нужно распутать. Вот. И вам будет проще решить, что делать дальше. Вот. Ну, возможно, вы даже увидите, что не так, не так, не так вообще важно, зачем, зачем он это делает, что-то, что-либо. Важно то, что делаете вы. Вот. И для чего делаете вы. Важно то, что чувствуете вы. Именно вы, а не он. Потому что, ну, от вас зависит, как будут развиваться отношения. Ну, дальше. Важно. Вот. Понимаете, да? Вот. Как, как-то так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы сейчас задаете. Вот. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать над собой работу. Позвольте вам сформулировать для себя базовые постулаты для психотерапии. Вот. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь. 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 Подписывайтесь.